Понимаете, 8 с половиной лет сдать этого, сдать того, что наконец-то мы воссоединимся с своей большой стороной России, это волнительный момент, очень радостный. Чтобы исключить возможность нанесения какого-нибудь провокационного удара со стороны Украины, было принято решение, выездные, вот эти комиссии, очень много выездных комиссий, они ходили по домам. Был свидетелем того, как все-таки по центру Донецка, натовскими снарядами, высокоточными, которые предназначены исключительно для поражения военной техники, военных объектов, были нанесены удары по рынку, где огромное количество людей. Приезжаю, говорю, там продукты привезти или еще что-нибудь. А мне говорят, Андрей, привези нам мир, мы сами заработаем себе на восстановление жилье, мы сами себе все восстановим, мы сами будем жить лучше, мы высадим огороды. Не будем бояться под пулями, чтобы нас убило. Мы успокаиваем эту землю, мы все сделаем сами, только привези нам мир. Андрей, здравствуйте. Добрый день. На самом деле, очень рады вас видеть живым и здоровым. Это самое главное, наверное. Сейчас идет подсчет голосов после референдумов. Вы наверняка участвовали. Я даже вот почему-то не спрашиваю, а как вы проголосовали? Тут вопрос, а ответ очевиден. Конечно же, за присоединение к Российской Федерации. Естественно. По-другому быть не может. Вот когда принято это было решение, как люди вас приняли? Решение о проведении референдумов. Понимаете, 8,5 лет ждать этого, ждать того, что наконец-то мы воссоединимся с своей большой стороной России, это волнительный момент, очень радостный. И прежде всего, когда я приезжаю на меню фронта, я людям, помимо продуктовых наборов, помимо каких-то лекарств и тому прочее, я приношу большей степени надежду, что люди не забыты, что люди о людях помнят. И когда я им говорю, что люди присылают средства из Владивостока, из Италии, они очень надеются, что они не забыты, и это их вдохновляет, что все будет хорошо. И вот этот референдум, который был проведен, это все-таки надежда. Прежде всего, надежда на то, что в скором времени, возможно, может даже не в скором, какие-то месяца нужно подождать, но этот мир наступит, и что люди будут защищены. Почему? Потому что они не сомневаются в том, что Российская Федерация все-таки заберет Донбасс к себе, и что, как свое государство, оно его защитит. Всеми возможными способами. Но прилеты-то продолжаются по сей день, насколько я понимаю, да, и Донецк? Да, и я был свидетелем неоднократных прилетов. Почему-то так получается, я и раскупился тут, знаете, по центру, я заехал, практически первый оказался в накрытом рынке, был свидетелем того, как все-таки по центру Донецка, натовскими снарядами, высокоточными, которые предназначены исключительно для поражения военной техники, военных объектов, были нанесены удары по рынку, где огромное количество людей, где нет ни одного военного объекта, центр Донецка. И вот я проезжал, ехал, вез продукты на первую площадку, и проезжал через центр, и пришлось свернуть, попытаться оказать помощь, возможно, каким-то образом пострадавшим. Хотя над нами, вот представьте, мы только остановились, и тут летели эти ракеты, и над нами срабатывало ПВО, взрывало эти ракеты. Было, конечно, знаете, не по себе, насколько я привык к обстрелу, было очень страшно. Меня больше всего в этой ситуации поразила девушка, которая попала, снаряд попал возле автобуса, там оторвало днище, и, понимаете, ее пытались спасти, ее ноги намотало на карданы вал, ее вытащили, там, приехали военные, грузовиком оттащили, чтобы можно было обрезать, и там все, делали искусственное дыхание, помогали как могли. И очень печально она на моих глазах умерла, эта девушка, ну, очень трудно это все представить. Как это только возможно, это такое ощущение, что просто-напросто, это хуже фашистов, понимаете, в Великую Тесту войну, таким образом только эсэсовцы воевали с медным населением. Другие люди, обычные солдаты, там, вермахта и тому прочее, солдаты немецкой армии, они такого не позволяли себе, как позволяет нынешняя Украина против собственного народа. Я одним словом могу сказать, они отказали все, это огонь этой власти, которая просто-напросто отказалась от Донбасса. Она потеряла и Донбасс, она потеряла Запорожскую и Херсонскую область. А, скорее всего, в будущем она потеряет еще много областей. Ну, даже если представить, что когда-то, ну, опять же, все равно же все когда-то заканчивается, да, и это закончится. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее, но уже как есть. Я просто не представляю, вот с какими чувствами люди, которые видели то, что видели вы, а еще хуже, которые испытали это все на себе, как вот они будут смотреть дальше, вот туда, ну, на западную сторону? Ну, как можно смотреть, вот, знаете, мы посмотрели, уже видели, вот когда смотришь, там, образно говоря, на помойную яму, туда смотреть не надо. Помимо, скажем, военнослужащих украинской армии, что вот этими вот непосредственными военными преступлениями, я думаю, так это правильно называется, ударами по миропокрытому рынку, но это по-другому, точным оружием, сложно дать другое определение, занимаются, наверное, все-таки присланные или засланные, ну, в общем, наемники, которым, в общем-то, все равно, кого убивать. Скорее всего, оно так и есть. Дело в том, что для того, чтобы управлять высокоточными снарядами, там нужно пройти какой-то курс обучения, быть специалистом, неоднократно, как я думаю, участвовать в каких-то боевых операциях, чтобы наработать какую-то практику. Они очень куча кладут, когда им надо, они и попадают в военные объекты. И я лично видел, как они облаживали квадрат радиус 100 метров. 8 часов к ряду. 8. И практически ни один снаряд не промахнулся. Они все точно ложили. И о том, что они рассчитали время, скажем, ближе, ну, не то, что ближе к обеду, а, скажем, такой утро, уже часов 11, если во сколько, я не помню, это было, 12. Они рассчитали время, то, что там должно быть побольше народу и тому прочее. Они ударили непосредственно именно в рынок. Но это не то, что военное преступление, это преступление против человечества. Это против медных людей. Они должны быть, те, кто управлял этими ракетами, они должны просто-напросто принести наказание. Как, по вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, был организован процесс голосования? Я хочу вам сказать о том, что насколько грамотно и очень быстро был организован референдум. Дело в том, чтобы не собирать огромное количество людей на определенных пунктах голосования, чтобы исключить возможность нанесения какого-нибудь провокационного удара со стороны Украины, было принято решение, выездные, вот эти комиссии, очень много выездных комиссий, они ходили по домам. Я просыпаюсь в 8 часов утра, чтобы выгулять собак своих и тому прочее. А тут уже кричат, выходите, выходите голосовать. И, естественно, вышел и в первую очередь дал голос в пользу того, чтобы мы воссоединились с своей большой родиной России. И это, понимаете, еще раз хочу сказать, что это очень высококлассно, быстро и организовано было. То есть руководство России и руководство республики очень грамотно, быстро и четко все организовали и сделали. Я такое вижу впервые. Наверняка вы видели этот фрагмент из одной из программ немецкой телевидения, где их министр иностранных дел рассказывал, почему рассказывал так, как будто она это сама видела, что прежде чем люди голосуют, их сначала несколько дней насилуют, издеваются всяческим образом, а потом под дулами автоматов заставляют ставить галочки или крестики в нужных квадратиках. Ну, я думаю, что вы это видели, и не только вы. Вот как вообще вы реагируете на это все? Как можно реагировать на человека, который реально у человека больная психика? По-другому я не могу определить. Ну, как может здравомыслящий человек именно такую глупость придумать? Понимаете, это придумано. Когда у меня происходят какие-то определенные события, я просматриваю обязательно две стороны. Смотрю и одну, и вторую сторону и вырабатываю свое собственное мнение. А этот человек, он просто-напросто откуда-то выдумал, взял это. Нет ни одного, ни фото, ни видео, даже текстовой какой-то информации я даже не нашел, откуда могла она это просто выдумать. Ну, этот человек реально, вот знаете, как есть люди, которые, вот лишь бы что-либо говорить, главное, вот они заданы цели уничтожить Россию, оболгать ее, уничтожить весь славянский мир и тому прочее. Вы думаете, что они просто так, они наоборот пытаются стравить и показать миру, какие эти, какие негодяи все славяне, да? Чтобы одних славян гнали в одну сторону на убой, а другие славяне страдали от постоянных обстрелов. Я только так вижу это. Ваши видны ситуации. Вот сейчас референдумы закончились. Что дальше? Что дальше? А дальше, на мой взгляд, понимаете, я не знаю, как будет выступление, послание Федеральному собранию Владимира Владимировича, о том, что он дявит именно признание ДНР, ЛНР Запорожской и Федерации в составе Федерации, у меня нет в этом сомнений. Но мне кажется, что следует ожидать, что все-таки настанет именно топора, когда все-таки будет весомая защита. Полностью уверен, что Россия, она защитит свои территории. И я думаю, что в дальнейшем нам следует еще немножко потерпеть. И все-таки ожидаю какой-то более обострения ситуации в Донецке и прифронтовых районах. Россия объявила частичную мобилизацию. Сейчас начнется процесс какого-то перемещения. Большого числа людей, военнослужащих, 300 тысяч человек называют цифру. По-моему, я думаю, больше их уже. Добровольцев очень много, желающих именно участвовать. Тех, которые, возможно, в силу своего возраста или в силу того, что нужны специалисты, а он не специалист. То есть не брали добровольцев. А сейчас их добровольцев очень много. Я вижу, именно вот, находясь сейчас в Ростове, буквально на два дня я уехал, я вижу перемещение этих людей. А еще очень хотелось бы, пользуясь случаем в эфире, сказать ребятам, которые в Российской Федерации находятся, особенно те, которые верят различным фейкам, различным, скажем, различной неправде. Я очень много нас слышал о том, что говорят, вот там стоят военная комендатура в Ростове, никого не выпускают, никого не пропускают, там вместе с милицией, людей чуть ли не за руки ломают. Гаи видел, а военную комендатуру, два дня я тут проездил по всему Ростову, ни разу не видел нигде. Никто, все спокойно ездят, спокойно, вот выходные были, люди находятся в кафе и тому прочее. Никто никого не боится, никто ни от кого не скрывается. То есть всяким фейком о том, что не выпускают с города, с области, это все настоящие фейки и обман. Обман населения, чтобы настроить население, чтобы сделать внутри страны какую-нибудь нехорошую вещь, скажем так. На самом деле все происходит законно, приходит повестка. И многие люди, к которым приходили повестки, у меня тут тоже знакомые и по подъезду есть, и просто знакомые говорят, пришла повестка. Так и так вот, я явился в военкомат. Меня никто не призвал, просто пришла повестка для того, чтобы уточнить данные. Где там такой-то, такой-то, у меня там проблема со зрением, проблема там с чем-то, тем-то. Они посмотрели состояние здоровья, записали, взяли на карандаш и тому прочее. Иди, пожалуйста, живи, работай дальше. То есть это вызывает очень многих из-за того, что нужно по некоторым людям выяснить ситуацию и нести какие-то изменения и тому прочее. А тот, кто подлежит призову, естественно, идет и служит. Если, опять же, решение будет принято, ну, наверное, уже не стоит сомневаться, что оно будет принято при соединении этих властей к России. Вот, я наверняка уверен, что вы уже как-то прокручивали в голове вот свои мысли, да, что будет дальше. Вот, как вы видите свою жизнь? Понимаете, я когда разговаривал с одним человеком, корреспондент, есть такое издание антифашист, там, Лиза Резникова, да, я как-то говорил, ну, вот, война побыстрее закончится, и, например, каждый день не буду ездить на линию фронта, помогать людям, хоть немного отдохну, хоть, скажем, месяцок какой-то образа, говорю, поваляешь на кровати. Она мне говорит, Андрей, говорит, а сколько еще восстанавливать разрушенного всего? А сколько еще судей будет поломанных? Сколько нужно еще помощи? Это, говорит, тебе работы хватит еще после войны лет на 10 вперед. То есть я вижу в случае окончания, скажем, каких-то боевых действий, я уже по-другому не могу, как, вот, к примеру, помогать людям. Мы будем восстанавливаться, есть проекты восстановления жилья, восстановления каких-то инфраструктур, тоже буду участвовать в этом, восстановление городов и тому прочее. Ну, я, по крайней мере, вижу, что все-таки, даже если освободиться, вот эти четыре области полностью будут признаны Российской Федерацией, я вот не думаю, что нужно оставлять без внимания ту часть Украины, которая настроена против нас. Она будет всячески пытаться, пускай это пройдет год-два, но она все-таки попытается отвоевать эти территории, раз. А во-вторых, она, зная террористические устрои этого государства, она может совершать огромное количество различных терактов, подстрекать население к недовольству и тому прочее. То есть все-таки, на мой взгляд, нужно совершить дело до конца, то есть полностью освободить всю территорию Украины. Уже сейчас такие возникают предположения, мнения. Я, конечно, не знаю планов Генштаба Российской Федерации, ну, как и вы, мы их не знаем. Но появляются такие вбросы, что, в общем-то, после референдумов процессы заморозятся, что называется. То бишь, вот территория застолбится, и на этом все. Я уже понял, что вы не согласны с таким положением дела. Нет, конечно. Дело в том, что этот гнойник, который процесс тоже был каким-то образом, минскими соглашениями, заморозился, он прорвал этот гнойник. А когда этот процесс заморозится, это будет огромнейший гнойник. И он прорвет с очень жестокой силой. Поэтому, на мой взгляд, что нужно дело доводить до конца. Я не говорю именно, что это будет, возможно, каким-то военным путем, возможно, политическим, возможно, каким-то другим способом. Возможно, поставить такие условия, что Украина сдастся или там прочее. Я не могу судить об этом. Но этот процесс должен завершиться. То есть он должен прийти к своему логическому завершению. Сейчас вы продолжаете же делать то, что делали. Я так понимаю, особенно с наступлением уже холодов, я думаю, что и характер вашей, и помощи, и работы должен как-то, наверняка, изменился. Ну, во-первых, он теперь будут, как говорится, продукты, они всегда нужны. Во-вторых, еще нужно, у нас очень огромные проблемы именно с отоплением по частным жилым секторам. Хотя и выделяются средства, например, по льготным группам, я прекрасно знаю, что выделяются хорошие средства для закупки угля, для закупки дров, какие-то, ну, есть льготы у людей, которые это постоянно им привозили и тому подобное. Но на данный момент подвоз и тому прочее, он практически невозможен. И вот у людей даже есть те же самые средства, а купить уголь они не могут отопить себя или дрова и тому прочее. Первое, особенно при фронтовой районе, во-первых, туда никто не едет, чтобы там привезти уголь. Это большая редкость, чтобы кто-то поехал, ну, там, туда реально, знаете, вот, как говорят, шансы остаться живых. Там всегда 50 на 50. Это большое заблуждение, что там 20-30 там вместе, в одном месте, а в другом вообще потише. Нет, если идут обстрелы и тому прочее, шансы всегда 50 на 50. И поэтому люди, которые разводят это, они не разводят даже продукты по магазинам, не говоря о том, что уголь. Я вот приезжаю, а мне люди говорят, так и так, Андрей говорит, ты, говорит, привозишь продукты, говорит, спасибо огромное. Ну, привези нам, пожалуйста, хоть какого, хоть чёрстого хлебушка. Почему? Потому что туда и хлеб не доходит. А люди хотят просто хлеба и мира. Рисовали ситуацию, когда вот всё закончилось, да, и вы приезжаете туда же, куда ездили под обстрелами, то есть подвергаясь риску, риску не вернуться вообще никогда. И вот наступает момент, когда вы просто приезжаете туда в гости. Я даже не представляю этот момент. Почему? Потому что начинает каждая улица от Трудовских, скажем так, Абакумова, Бирюзова, Первая площадка, Октябрьскую. Те районы, которые я постоянно помогаю. И в последнее время, почему-то очень часто слышу от жителей, Андрей, приезжай, говорит, как только окончится война, говорит, мы такую поляну тут накроем. И вот представьте, если я проеду, я, наверное, буду полгода ездить только по одним, скажем, праздникам. Почему? Потому что каждая улица хочет отблагодарить меня в том, что я всегда с ними оставался в трудную минуту, то есть я им помогал. Я без тех людей, которые мне помогают, вот именно жертвовать свои средства, присылать посылки, я просто хочу сказать о том, что это только благодаря этим людям, благодаря этим людям, эти люди выжили. Я буду, я не знаю, может, возьму какой-то блокнот и тому прочее, буду каждого зачитывать. То посылки у меня там ведутся в записях, то это, с какого города. Особенно, когда я письма читаю, мне влаживают посылки. Я привожу письмо, я там образно, такие простые слова. Говорит, да ли, есть жители там префронтовых районов? Я вас не знаю, говорит, и у меня тоже идти, но я с Мурманска там. Говорит, я не очень за вас переживаю, я хотел бы, чтобы вот эти теплые вещи дошли до вас, чтобы они там согрели вас и тому прочее. Понимаете, у этих стариков слезы на глазах, когда они слушают эти письма. Ну, когда я читаю эти письма. И вот вот эта огромная надежда, которую дали и мои подписчики, и подписчики Татьяны Монтян, и просто незнакомые люди, которые дали надежду. Я думаю, мы все вместе заслужили благодарность от этих людей. И мы, почему? Потому что в трудную минуту мы всегда находимся рядом с ними и помогаем, чем можем. На ваш взгляд, что сейчас должны продемонстрировать области, которые, ну, без пяти минут уже в составе Российской Федерации, и когда все это случится, скажем, остальной Украине? Что они продемонстрировать? Продемонстрировать именно ихнюю радость, что они в составе Российской Федерации, что они, как они живут, показать, как им стало лучше или хуже. Но я думаю, что станет намного лучше. И показать именно одну сторону свою, как было при Украине и как стало при России. Показать вот это процветающее свои областя в том ракурсе, чтобы жители Украины захотели присоединиться к нам. Донбасс – это один из самых экономически развитых вообще регионов. На ваш взгляд, как быстро, ввиду того, что там очень серьезный потенциал, как ни крути, я понимаю, что очень много разрушено, повреждено. Как много времени уйдет на восстановление? Я думаю, с учетом того, что я вижу, с каким азартом, с каким рвением восстанавливаются дома в том же самом Мариуполе, невозможно Мариуполь отстроить или тому прочее за один год. Естественно, потребуется какое-то время. Я вижу стремление, как пытаются провести различные водоводы, хотя бы временные какие-то, чтобы обеспечить людей водой. И я думаю, что, несмотря на все сложности, несмотря на все сложности, это, уже понимаете, это как чувство долга, что Россия обязана показать, как она заботится о своих областях, которые подвергались ежедневным обстрелам, показать, как восстанавливается инфраструктура, чтобы было завидно той же самой Украине. Я думаю, она это сделает. У нас производственники, у нас очень много шахтеров, производства, химические, различные производства. У нас такой более рабочий класс, который привык работать и зарабатывать деньги. Я думаю, что это было уже, как говорится, внутри где-то заложено. Я думаю, дать возможность людям именно заниматься своим любимым делом, это они будут с удовольствием делать. Дело в том, что когда по линии фронта я проезжал, приезжаю, говорю, там, продукты привезти или еще что-нибудь. А мне говорят, Андрей, привези нам мир. Мы сами заработаем себе на восстановление жилья. Мы сами себе все восстановим. Мы сами будем жить лучше. Мы высадим огороды, не будем бояться под пулями, чтобы нас убило. Мы успокаиваем эту землю, мы все сделаем сами, только привези нам мир. Мое личное опасение, что будет сейчас очень много терактов, устроенных с внешнего контура, скажем так. Понимаете, дело в том, что, когда я приезжаю на линию соприкосновения, и там дети, которые находятся постоянно под обстрелами и тому прочее, говорит, это миномет 82-й, это, говорит, а это лягло там на коровнике, это, говорит, 120-ка прилетела, они все знают. И они не боятся этого. Они настораживаются, когда летит с каких-то направлений. Понимаете, дело в том, что люди, дети и люди, выросшие под постоянными обстрелами, они не боятся ничего, вообще ничего, поверьте. Я вот сталкиваюсь с этим, они вообще ничего не боятся. Ну, вот это ощущение, помните, когда мы последний раз с вами разговаривали, скажем, того, что вот медленно как-то все идет. Вот, помните, мы говорили об этом, что жители Донецка ждут более быстрого решения этого вопроса. Ну, и хотя бы там то, что фронт есть фронт, но чтобы не стреляли по городу, не гибли обычные люди. Вот оно уходит или еще чуть-чуть встается такое? Ну, понимаете, дело в том, что если бы западные страны, в том же числе НАТО, не снабжали высокоточным и дальнобольным оружием, то я думаю, что центр Донецка Донбру бы уже не обстреливался. То есть, возможно, какие-то прифронтовые районы. А так как они снабжают этим оружием Украину, естественно, они долетают и до центра и тому прочее. Ну, значит, на сколько там в Хаммерсе бьют? 300 километров Донецка. Значит, надо их на 500. Будут еще бить, значит, еще на 500 отгоним. А еще будут бить вообще на тысячи. Тысячи на две отгоним их. Ну, это, с одной стороны, это, конечно, и шутка. А с другой стороны, все же нужно как-то обезопасить. Если невозможно их полностью уничтожить, нужно, естественно, их отогнать на то расстояние, при котором они не могут обстреливать мирные города. Ну, очень хочется надеяться, что так оно произойдет. Но, во всяком случае, ради этого, собственно, все там и сейчас делается. А характер помощи, которую вам присылают посылки за время, вот это долгое, уже долгое, которое вы занимаетесь этим делом, по вашим наблюдениям, как-то изменился? В основном, конечно, присылают то, что не хватает людям. Это какую-то одежду, какие-то медикаменты. Вот одна женщина тоже часто очень присылает. И посуду. Буквально недавно я выставлял ролик о том, что женщина прислала просто ткань. А наши женщины, там, в Олегорске, они из этой ткани пошлили наволочки, простыни, пододеяльники и тому прочее. И все это передали в больницы. Или у тех, которых потеряли кровь людям. То есть, все, что присылается, ну, есть определенный перечень, все, что необходимо людям, оно к ним доходит. И велосипеды присылают деткам, и игрушки. И вот канцелярия недавно была, хотя мы какую-то часть канцелярии раздали, но, к сожалению, учебный процесс идет только дистанционно из-за сильнейших обстрелов. К сожалению, пока не всем деткам она и понадобилась. Ну, ничего, мы, скажем так, оставили на потом. Если возобновится учебный процесс, мы готовим любое время еще предоставить очень многим деткам канцелярию. Вот в это время, вот прямо сейчас, что самое необходимое, в чем нуждаются люди? Ввиду наступающих холодов, я бы сказал о том, что больше всего нужны это теплые вещи, ну, это естественно, само собой напрашивается, теплые вещи, носочки шерстяные и тому прочее. Помимо того, нужно сухое горючее, свечки. Почему? Потому что возможны перебои с электроэнергией. Сейчас буквально там три района Донецка, почти половина этих районов, ну, часть этих районов почти без света. Попали в лайп, вот буквально часа два назад, попали в лайп, остались без света. Естественно, обогреватель не может работать. Проблемы с доставкой, приобретением того же самого угля, ядров и прочее. Вот, не знаю, каким-то образом надо создавать, или с той бригадой, возможно, будем смотреть по обстоятельствам. Вот, где-то какой-то сушняк, лесопосадки, или где-то ему прочее, чтобы хотя бы предоставлять возможности людям, хотя бы какую-то часть, хотя бы давать бесплатно дров, чтобы они могли отапливать свои жилья. Особенно вот те люди, которые в частном сейфе живут. Одиноких стариков очень много. А кто остался на линии фронта? Самые незасвященные слои населения. Инвалиды, многодетные, пенсионеры, одинокие. К сожалению, приходят. А они сами себе помочь не могут. И поэтому приходится помогать. Хотя и государство тоже помогает. Я же не говорю, что ни в коем случае, что государство не помогает. Но помогает. К сожалению, тех средств, возможностей пока людям не хватает. Им нужно очень-очень много. Потому что они живут на самой линии фронта под постоянными обстрелами. Сегодня вылетели окна, завтра слетела крыша. Вот так наши люди живут там. Ну, главное, чтобы оставались живы. Все-таки окна можно ставить, крыши накрыть. Люди под обстрелами, да, у них глаза вот все равно мы готовы. Мы пока ждем. Пускай это, как мне говорили люди, мы подождем месяц, два, три. И полгода надо будем в зельнянках поживать. Но чтобы это закончилось раз и навсегда. Ну, даст Бог, так и будет. Спасибо вам огромное за разговор. Ну, и за ту работу, которую вы делаете. И берегите себя, Андрей. Спасибо большое, Андрей. Там Татьяна Николаевна еще с вами там где-то ездит. Да, она только что вот писала. Вот она и безбашенная. Ну, да, такая... Она безбашенная, понимаете? То, что надо, то, что надо. Да, вот именно, понимаете, у меня сын здесь, Влад, там, да, Маша, боевая подруга, как это принято, она бывшая военнослужащая, у нее свои дети есть и тому прочее, но как-то она в нашу команду слилась и тому прочее. Это обстрелянные люди едут. И вот мантян, который не боится. Остальных мне очень страшно брать. Где-то пукнуло, он уже там под машину лезет. Я говорю, ну, с такими сложно общаться людьми. Почему? Потому что я всегда говорю, если что, лучше находитесь в броневике и тому прочее. И слушайте мои команды. Потому что я чувствую направление, я вижу, откуда снаряды летят. И приблизительно знаю, где находится артиллерия и тому прочее. Потому что там несложно за столько лет выучить. И просто, если активно та вражеская позиция, значит, надо отходить в этот угол дома. Если та, значит, за тот угол. Ну, то есть, они этого не видят. Они в пространстве находятся, они географию не знают совершенно не так.